Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжается наша позднеосенняя серия чернильных ручек, китайских чернильных ручек. К сегодняшнему вниманию представляю ручку Джинхау 992. Я опять повторяю, что чем-то меня привлекла прозрачность ручек, и я нашел несколько различных ручек, выполненных в такой прозрачной манере. Вот это сейчас ручка Джинхау 992. Это полностью пластиковая ручка с металлическими вставками, с ободком у крышки ручки и металлической, скажем, клипсой. Вот здесь тоже все разбирается, поэтому болтов здесь никаких нет. Клипса очень жесткая. На бортике крышки написано, что это Джинхау. Все это на резьбе. Причем внутри, где вот на уровне пера, там в колпачке ручки специальная пластмассовая еще одна такая трубочка, видимо, для большей герметизации, чтобы чернила не высыхали. Сам корпус ручки тоже полностью пластиковый. Не обращайте внимания, что это здесь все уже черное. Я уже пытался на радостях ей писать, поэтому, скажем, будет легко мне вам об этом рассказывать. На стыке тела ручки и резьбы, где вот он прикручивается, здесь резиновый такой переходничок, то есть еще герметичнее все становится. Джинхау меня всегда радовало, и они сейчас опять сделали достаточно качественную ручку. Перо у нее, как говорили они, что это, Иридиум 0,5 мм. На пере написано Джинхау и их лого. Коляска с лошадьми. Длина этой ручки 135 мм. Диаметр самой широкой части 14,9 мм. Вес 16,3 грамма. Стоимость этой ручки 177 рублей. Конвертер совершенно стандартный. Вот, поэтому я ставлю конвертер от Джинхау, от другой ручки Джинхау. Все это, естественно, подходит к нашей ручке. И сейчас попытаемся написать что-нибудь, чтобы вы посмотрели, как она пишет. Секунду. Итак. Секунду. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...